Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки сентября. Их немножко, но я решила их не копить и обозреть, потому что, возможно, на мнение о которых, на которое мнение, ну, короче, мнение на некоторые из них ждет некоторый человек. Начну вот с этой штуки, которая у меня закончилась. Выглядит она сейчас вот так, но я покажу коробочку, чтобы было понятно, о чем я говорю. Это бальзам-кондиционер для волос с маслом брокколи. Облегчает расчесывание, делает волосы более мягкими и шелковистыми. Вот насчет первого, это не всегда срабатывает. У меня пару раз было как-то так, что что им пользовалось, что им не пользовалось, волосы как-то не особо расчесывались. Ну, в смысле, запутанные были. Тут 120 мл, это он не был неполный, мне прислала Света из Москвы на попробовать вот это счастье. Мне кажется, именно, да, кстати, мастерская Олеси Мустаевой, от нее я уже получала одной тысячицы в подарок, маленькую такую баночку. И тоже было вот с брокколи. Может быть, просто еще у какой-то фирмы есть что-то с брокколи. Может, это вот она, я уже, честно, не помню, это она в пустых баночках, наверное, где-нибудь отлистать и посмотреть у меня. Каждую такую, года за два, может, назад отлистывать и смотреть, было ли там такое что-то, чтобы понять, оно это или не оно. Но, короче, из плюсов, волосы оно делает чистыми. Вот двое суток у меня чистота волос сохранялась с этой штукой. Учитывая, что лориалевским шампунем Керастар использую до сих пор, вот сегодня тоже волосы помыла. Но и как бы на третий день волосы с этой штукой выглядели уже как бы слегка грязные. На четвертый день уже вот реально грязные. Но вот именно первые два дня волосы пыштые, светлые, чистые такие вот, легкие, мягкие, пушистые, все такое. Хорошая, в принципе, штука. Ну, как бы волосство, конечно. Я сначала наносила полностью на волосы, потом на две трети волосы, потом чисто на кончики. Нормально так. Хоть что на кончики наносить, что на две трети волосы. По сути, в принципе, как бы разницы нет. Если изначально наносить на кончики, то, в принципе, довольно экономично, надолго хватит. Ну, вот она у меня буквально, когда позавчера закончилась. Ну, не то, чтобы позавчера, но вот на днях, короче, она у меня закончилась. И все. Спасибо, Светя, за возможность попробовать эту штуку. Оно почти закончилось, но так как у нас сегодня воскресенье, последнее воскресенье сентября этого года, 26 сентября, тут буквально я уже выдавливаю по чуть-чуть совсем, вот совсем чуть-чуть. Но этого совсем чуть-чуть точно тоже хватает, так что можно, в принципе, следующую. И вообще вот такие пасты совсем по чуть-чуть выдавливать. Одна у меня была вот чисто в городе, другая у меня будет потом на уход октября, который я запишу на днях, этот уход октября. И она неполная, вот та была в деревне, я это покупала в цене одной на озоне. Вообще корейские пасты, керасист, дентал клиник 2080 покупала исключительно на озоне, просто больше нигде не видела. Она оправдывает свою цену, очень экономичная, мне её, в принципе, хватило вот, ну где-то месяца на 4, наверное, ну как бы, может на 3, потому что летом всё-таки где-то часть, больше половины лета я, по сути, провела в деревне, уже езжала с конца мая, потом, ну как-то вот 4 раза в деревню приезжала, ещё какие-то там у меня обзоры из деревни недомонтированы, но это всё будет, короче говоря. В общем, очень хорошая паста, она мне нравится, я решила обозрить пустую баночку, потому что тут реально осталось у меня на 3 на 4. Как раз до конца сентября она уйдёт. У меня закончилось это мыло, которое мне тёть привезла из своего путешествия, вроде со школы они ездили туда, в музей. Мыло города Шуя. Боярское заморское мыло, ручная работа, изготавливаются с 1593 года, так сейчас заметила. Очень хорошее мыло, я им пользовалась как мылом, как гелем для душа, ну просто на губочку тёрла. В принципе, я не знаю, какой, но в моём детстве у меня маман мыло детским мылом вместо геля для душа. Не знаю, тогда были гели для душа в России или нет. Вот. 100 грамм тут. Ну правда, оно, пока я была в деревне эти две, последние две недели, вот когда вернулась 4 сентября, с последнего своего бытия в деревне, я приехала домой, оно у меня настолько, оно не размокало в мыльничке практически. Ну вот такой дрезгой не становилось, но оно настолько высохло, что вот из такого кусочка я увидела что-то такое, я даже его не узнала, что-то такое. Ну растрескалось на три части и высохло. Но потом я его как бы смочила водой, оно вроде как вернулось на круги своя, ну как-то более-менее форму обратно не то чтобы приняло, но уже было похоже на мыло, непонятно на что. Хорошая штука, я не знаю, сколько она стоит вообще, но если вы в шуе будете, заходите туда. И если я однажды до шуи заберусь, то тоже туда схожу. В общем, мне очень понравилось, мыло хорошее и надолго хватало, что-то там месяца на два, что ли, у меня его хватило или как-то так, ну с учетом, что я еще и в деревню уезжала. Но правда я его использовала иногда как гель для душа, и как бы оно у меня больше измыливалось, чем, допустим, если я ему просто руки бы помылила. За это мыло спасибо моей тетушке. У меня закончились, я не помню, коробочка-то у меня, да, коробочка-то у меня куда-то удевалась. Йодзи, Ямамото, Ямамото Анис оно мне напоминает. Ну вообще, как бы, очень такой хороший аромат, это тоже подарок от подписчицы Света из Москвы. Ну там, по-моему, не полный был флакончик, она поделилась своей парфюмерной коллекцией со мной. Мне он очень нравился, я на себя его выпрыскивала, тот аромат, который дофига на себя выпрыскаешь и не замечаешь. Ну он экономичный был, тут 10 миллилитров было. И, короче, вот сейчас на мне аромат, который мне тоже Свет подарила, но он и фрашевский, и его всё-таки чувствуешь на себе, хоть много и выливаешь. Это сой эликсир и фрашевский, он год потом в моих парфюмах месяца, на октябрь. Но вот этот вот очень такой клёвый аромат, я его на себе практически не ощущала. Я не знаю, как его ощущали на мне люди, но никто не жаловался. Вот, допустим, сой эликсиром я надушилась, поехала в сад на днях, и моя тетя сказала, что это такое на тебя очень суперсладкое, прям вот со всех щелей. Вот это сой эликсиром и фрашевский. А этот, я его только вот чуяла, если руку поднести к носу, вот совсем-совсем поднести, тогда ощущаешь, что какой-то такой нежный, сладкий ароматик, незаметный, нейтральный такой, очень классный, но я как бы никогда с ним не была знакома. У меня как-то и духи-то я давно уже не покупаю, большей частью меня вот именно от подписчиков. Вы дарите, ребята, девчонки, зрители, короче говоря. Какие-то у меня есть, которые я давно вот покупала, они стоят, здесь не просят. Ну, какие-то я даже сама делала. Вот большая часть именно подарки, и я просто некоторые фирмы в глаза не видела. Мне кто-то как бы меня поправляли, что надо говорить, йоджи, но если это японец, то он йодзи. Но для йодзи там как-то на латинице, в общем, ну, на аромате тут как-то странно написано. Тут Y-O-H-D-E. Ну, сказала частично на французском, английском, японском, да? А дальше Ямамото. Ну, Ямамото понятно, откуда это. Ямамото у меня сразу ассоциация с Ямамото Анис. Ямамото Анис, это вдруг, кто не в курсе. Бородзёна Кис, поцелуй принцессы Рос, манго очень классная, которую я в деревне читала, и в телегу, по-моему, про неё писала в своей восторге. И красивая рисовка, и очень интересная история, если вдруг по манге... Ну, короче, вам не претит чтение манги или смотрение аниме, то можете глянуть. Вот, очень классный аромат, он закончился, ему такая вот большущая вода. Спасибо Свете. И чё-то, слушай, зритель, я думала, что у меня как-то тут больше всего. Это какие-то очень куцые баночки пустые будут. Может, что-нибудь в каменках надо было оставить на октябрь, там, на вообще... На как я изначально планировала, на всю осень, там, баночки осенью 2021. Но я как-то вот так сделала. Тут немножко ещё есть, но я ему очень активно пользуюсь, я думаю, что он до конца сентября у меня израсходуется. Это тоже подарок от Светы из Москвы, из первой посылки. Это Биоаква, я только от неё узнала. Вообще, в интернете загуглила после того, как это увидела. Это китайская косметика внезапно, очень классная. Очень классный аромат розы, быстро впитывается, залечивает мелкие ранки, которые мне доставляла моя кошка, доставляет до сих пор. Или, допустим, я её там, ну, собирая шиповник, укололась, а или ещё что-то. Это Роза и Марк. Тут 30 грамм. Очень экономичный. Совсем чуть-чуть, вот на, примерно так же, как вот зубную пасту корейскую. Ну, может, чуть больше, чем зубную пасту корейскую. Быстро впитывается, очень классно. Я его с собой сначала в сумочке таскала, сейчас у меня на кухне лежит. Я периодически руки мажу. Действительно, её увлажняет и питает, и вообще в восторге. И вот, ну да, его тут осталось, а с куськи нос. Хоть это и не совсем пустая баночка, но я подумала, что в сентябре он как раз закончится. Там ещё есть подобный кремик с лирией, но он как бы менее, реже я им пользуюсь, чаще вот этим. Я решила, что его надо доделать и в сентябре, и когда в пустых баночках обозреть. В общем, реально что-то как-то с куськи нос у меня этих пустых баночек. Буквально 5 штучек, извиняюсь, зритель, я что-то рассчитывала, что у меня тут ещё что-нибудь закончится, или их примерно побольше будет. И ложила даже какую-то коробочку отмыла, но оно внезапно ещё не закончилось, и ещё что-то там. Но зато здесь есть одна парфюмерная баночка. Всем спасибо за просмотр. Ну и пока! Не забудь поставить палец кверху.